Хорошие новости для тех, кто предпочитает передвигаться на двухколесном транспорте в Краснодаре. Скоро появятся новые велодорожки. Об этом говорили городские парламентарии. Что еще обсуждали в Думе, расскажем в ближайшие полчаса. Меня зовут Оксана Ехимович. Здравствуйте. Вы смотрите программу «С Думой о людях». Сменить четыре колеса на два – это становится модной тенденцией больших городов. Вот и в Краснодаре появляется все больше велодорожек. Заботятся о комфорте и безопасности велосипедистов городские депутаты. Вопрос об устройстве передвижных зон рассмотрели парламентарии краевой столицы в ходе еженедельного совещания. Что касается в целом развития велосипедного движения, велосипедных дорожек, мы в прошлом году презентовали нашу политику новой городской мобильности. И одно из мероприятий, включающие в себя эту политику, это развитие велосипедного движения и средств индивидуальной мобильности. В целом мы начали обустраивать полноценные велосипедные дорожки в разном исполнении. Еще 10 лет назад, в 2012-2013 годах, были организованы велосипедные дорожки со стороны улицы Красной до Чистяковской рощи, до Ботанического сада, до Юбилейного. Также сделали кольцевые велосипедные маршруты в микрорайоне гидростроителей и в фестивальном микрорайоне. Вместе с тем, это были велодорожки, совмещенные с тротуаром, с пешеходным движением. Как показала практика, не совсем комфортно от них и велосипедистам, и пешеходам. В период с 2013 по 2021 год новые велосипедные дорожки на территории города появлялись в рамках ремонта и реконструкции отдельных участков уличной дорожной сети, таких как улица Яна Полуяна, при реконструкции улицы Новороссийской, при ремонте по БКД улицы Селезнева, при ремонте улицы Северной от Тургенева до аэродромной, при капитальном ремонте 40 лет победы от Восточно-Кругликовской до Героев-разведчиков, в рамках реконструкции Константина Образцова в фестивальном микрорайоне. Сейчас идут работы по строительству дополнительных участков тротуаров и велосипедных дорожек по улице Московской на участке от Петра Метальникова до Солнечной. В прошлом году несколько совещаний мы провели с представителями общественности по данным вопросам, предложили еще несколько направлений для непосредственно уже проектирования новых выделенных пешеходных велосипедных дорожек и заключили два муниципальных контакта на сумму порядка 4,5 миллионов рублей для проектирования новых велосипедных дорожек в шесть этапов. В июле планируется проведение конкурса краевым минтанцам для выделения субсидий на реализацию нескольких наших проектов. Практически во всех у них заложено и предусмотрено строительство велосипедных дорожек. В том числе это улица Зиповская, Ратные Славы, Циолковского, Симферопольская, Домбайская и другие. Что касается Ставропольской от Шевченко до Трамвайной, то в данной ситуации даже если рассматривать вопрос об обустройстве велосипедной дорожки, однозначно его рассматривать нужно только за счет существующих пешеходных зон, поскольку трафик достаточно серьезный. Все-таки Ставропольская это, наверное, вторая в городе магистраль по значимости, по нагруженности. И вот на этом участке от Шевченко до Трамвайной довольно много точек притяжения именно потенциальных велосипедистов. Кроме этого, именно на Ставропольской довольно большие зоны, зеленые зоны, за счет которых можно, в принципе, сделать данные велодорожки, как вы делали на Северной, например. То есть за счет зеленых зон получилось очень неплохо. Плюс данная велодорога, получается, объединила бы велодорожку на Новороссийской и то, что вы сделали на Селезневом. То есть получился бы такой полноценный маршрут, который бы, условно, велодорожку не в вакууме создавал, который начинается неоткуда и заканчивается нигде, да, а именно вот закольцевал бы определенный участок города и облегчил передвижение на велосипеде. То есть я правильно понимаю, что, в принципе, вот это, да, я понимаю, что есть планы, и вы их реализовываете, но возможность принципиальная такая есть, и это для вас как бы так же приоритетное направление, вот данный участок именно в Ставропольске. Татьянович, вы правы, давайте вместе, предлагаю, вместе в рамках, собственно говоря, нашего общения и наших круглых столов, вместе попытаться хотя бы для себя сначала ее прорисовать, как прорисовку, сделать предпроектное решение, потому что где-то есть зеленые зоны, но много очень участков на Ставропольской, где у нас там тротуар идет двухметровый, тут же растут платаны, тут же какие-то малоархитектурные формы и кусочничать, да, то есть где-то мы квартал сделаем выделенную, а где-то мы будем делать совмещенную с тротуаром, повторюсь, от проезжей части мы не заберем. В велодорожке это понятно, но велосипедная инфраструктура, например, включает в себя еще и вопрос парковки. Скажите, сейчас ведется работа с собственниками офисных зданий, значит, крупных центров, значит, по расширению мест именно парковки велосипеда, потому что, честно говоря, я как человек, который на велосипеде ездит, я регулярно встречаюсь, приезжаю куда-то в центре города, а вот этих вот парковочных мест для велосипедов, либо совсем нет, либо один-два поставил, вот они воткнули там, например, две скобы и все. Смотрите, первое, вот работа с хозяйствующими субъектами в свое время, ее проводило в управлении по физической культуре и спорту. Это было тоже где-то порядка восьми лет назад, когда стали хозяйствующие субъекты это делать, особенно по красной, они сами ставили знаки, сами ставили покупки, мы такую работу не проводим. Если будет соответствующее поручение, в принципе, готовы, там, не знаю, с управлением торговли, с другими коллегами из других департаментов, еще раз уведомить все наши крупные точки протяжения, в этом проблемы нет. Но как таковой на постоянной основе, как бы, мы, как департамент транспорта, этим занимаемся. Что касается улицы Красной, мы по Красной сделали совмещенные с тротуарами разрешенные велосипедные движения. То есть знаки вот здесь стоят по обеим сторонам Красной, от Буденного до Авровы, получается, и дальше с переходом в сторону Чистяковской рощи в знаке стоят совмещенные велопешеходные движения. Пока других больше каких-то планов в отношении Красной нет, но здесь такая же ситуация, аналогичная со Старопольской, да, потому что если делать, то нужно проектировать, если проектировать, то забирать от тротуаров, больше уже забирать нечего. Либо же проектировать в существующей особо охраняемой природной территории. Если у нас нет возможности, ну, предположим, на Ставропольской сделать. Ну, от Ставропольской до Адыгейской набережной тоже очень много альтернативных дорог. Может быть, велосипедистам не принципиально же ездить по центральным, по магистралям. То же самое в Прикубанском округе. Вот, мне кажется, тоже какие-то альтернативные можно выбрать дороги, для того, чтобы люди могли спокойно на велосипедах передвигаться, беспроблемно, и в школу, и на работу, и доставщики. И они не представляли для водителей угрозы, и они были в безопасности. Согласен, мы и смотрим второстепенные, но здесь, не могу сказать, сразу возникнет другое противорастояние, потому что все наши улицы, проходящие в частном секторе, велосипедные дорожки там можно построить только за счет зеленых зон. Зеленые зоны – это деревья. То есть мы проектировали даже по Карла Маркса и думали за счет зеленых зон. Но их там такое количество большое, что, во-первых, это будет очень серьезный резонанс по их сносу, а во-вторых, это будут серьезные деньги, в том числе за компенсацию. Зеленые зоны надо дополнительно создавать, а не урезать. Для того, чтобы делать пешеходные дорожки, особенно в старой части города. Есть вообще места, которые неприемлемы для этого. Давайте сочетать возможности с необходимостью. Впервые велосипедные дорожки в Краснодаре появились 9 лет назад, и уже сегодня город имеет 15 веломаршрутов протяженностью более 30 километров. Однако в связи с растущей популярностью передвижения на двухколесном транспорте, власти прорабатывают новый проект создания велосипедных дорожек. От западного обхода до фестивального микрорайона и далее, по улицам Тургенева и Карла Маркса до Юбилейного и по Кубанской набережной до улицы Постовой. Эти велодорожки протяженностью более 62 километров должны появиться уже в этом и следующем годах. Ждут возможность покрутить педали по новым велодорожкам и горожане, и депутаты. Я пользуюсь велосипедами, да, но чаще всего это происходит в выходные дни, потому что в будние дни все-таки не очень удобно мне из своего района добираться на велосипеде. Но если вдруг будет у меня велодорожка мимо моего дома к моему месту работы, почему нет? Мне кажется, это было бы достаточно удобно. 20-30 минут покрутил педали, и ты на работе. Наверное, нет ни у кого сомнения, что велодорожки необходимо делать в городе Краснодаре. И такое поручение мы сегодня дадим и департаменту транспорта, чтобы нам внесли варианты, чтобы мы видели, где в городе Краснодаре есть возможность построить велодорожки. Молодежь увлекается ездой на велосипедах, и это правильно. Это дает возможность им и физически развиваться. Поэтому надо создавать условия. Владимир Олегович, пожалуйста, сколько вам надо времени, чтобы эти варианты вы разработали, депутатам вынесли, чтобы мы посмотрели, в каких микрорайонах возможно в дальнейшем обустроить велодорожки. Полтора месяца в июле будет заседание городской думы. Я думаю, в разном можем рассмотреть эти варианты. Договорились? Алексей, сегодня в Краснодаре появляется все больше велодорожек. Как думаешь, насколько вообще это такая острая необходимость? Ну, с приходом лета и теплых дней это довольно большая необходимость. Почему? Потому что многие автомобилисты расконсервировали свои автомобили, выехали на дороге. Соответственно, это увеличились пробки, время поездки на работу, домой, либо к каким-то делам. И велосипед сильно разгружает, во-первых, дорогу, освобождая проезд общественному транспорту, а во-вторых, какой-никакой, но физическая нагрузка, спорт для людей, которые хотят немножечко привести себя в форму после зимних каникул и праздников. Ты сам пользуешься велосипедом? Пользуюсь, но по своей работе в основном только на выходных днях, когда гуляю с семьей. По будням, конечно, нет. Мне быстрее добраться на другом двухколесном транспорте. Насколько велосипедные дорожки обеспечивают безопасность тех, кто едет на велосипеде? Они обеспечивают довольно высокую безопасность, когда соблюдаются правила дорожного движения и пешеходного движения, если можно так сказать, всеми участниками процесса. Помимо велодорожек на еженедельном совещании депутаты обсудили еще один вопрос. Это сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. А вот накануне еженедельного совещания первый заместитель председателя Гордумы Галина Ермакова выехала по адресу Вавилова, 6, чтобы разобраться в одной из проблем. Эту историю покажем прямо сейчас. В ходе одного из еженедельных совещаний в январе этого года депутаты, в числе прочих, рассмотрели вопрос по переполненным мусорным контейнерам по адресу Вавилова, 6. Тогда, накануне планерки, снежным январским утром депутат Галина Ермакова выехала на место, чтобы не только убедиться в проблеме воочию, но и пообщаться с жителями, которые просили перенести баки со двора дома. Прошло полгода на дворе лета. В минувшую пятницу, 17 июня, Галина Ермакова вновь провела выездное совещание на Вавилова, 6. На сегодняшний день ничего не изменилось. Единственное, я хочу заметить, что все-таки контейнерные баки выгружают теперь не три раза в день, а пять раз в день. Но, тем не менее, вопрос был в том, чтобы каждая управляющая компания имела свою мусорную площадку, и каждый дом оплачивал бы вывоз мусора. Я понимаю негодование жителей микрорайона, особенно близлежащих домов, потому что сейчас только начало лета, только начало сезона, сейчас начнется уборка территории, и все это будет в гору лежать. Я думаю, что мы должны все-таки довести все до логического завершения. С просьбой о решении этой проблемы жители Вавилова обращаются в различные инстанции не первый год. Уставшие от шума и запаха, они вновь вышли к контейнерной площадке, желая быть услышанными. Мне просто хотелось бы тишины и покоя. Я живу на четвертом этаже, в пять часов, даже петухов не надо. В пять часов утра уже приходит первая машина. Это грохот, это шум. Ну и кроме всего прочего, запахи, это же просто летом, это сумма сойти от запаха. Как бы чисто не убирали дворники, уборщицы, но все равно сюда очень много привозят. Я не знаю, даже кроме нашего поселка, мне кажется, еще откуда-то, подъезжают мини-грузовики, выгружают и строительный мусор. Мы говорим сейчас о том, чтобы мусор можно было сортировать. О какой сортировке тут можно говорить, тут все вместе, навалом. Огласка ситуации и просьбы жителей не остались без внимания. Председатель городского парламента Вера Галушко срочным поручением обязала ответственной компании устранить нарушения и создать людям комфортные условия. В результате чего за прошедшие выходные всего за два дня мусорные контейнеры перенесли в другое, более отдаленное, но удобное место. А прежнюю площадку почистили от мусора. Теперь жители Вавилова-6 довольны, никакой грохот не разбудит их в пять утра и никакой запах не помешает открыть окна своих квартир. Я хочу отметить в решении данной проблемы, прежде всего, ответственность комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергического комплекса смог за два дня организовать все эти работы, привести все в соответствие и удовлетворить жителей данного микрорайона. Ну что, спасибо. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в течение многих лет утвердили одно и то же. Невозможно перенести площадку в другое место. Все оказывается возможно. Вы сделаете соответствующий вывод и в будущем решайте эти проблемы как можно оперативнее. Та проблема, которая назрела в микрорайоне Вавилова, она в первую очередь, ее основа была в том, что близлежащие дома, в первую очередь новостройки, которые были построены в последние годы, просто не желали располагать на своей территории контейнерные площадки. То есть всем хотелось, чтобы проблема была как-то решена, но искать в рамках закона решение этой проблемы никто не хотел. И насколько мне известно, и управление пожил вопросом, поэтому даже в плоскость судебных разбирательств по данному вопросу уходило с управляющими компаниями. Мы решили это через установку на муниципальной земле. То есть единственное место, куда было возможно перенести, и оно давно уже рассматривалось, в том числе и департаментом городского хозяйства, уже много лет. И было это сделано. Но таких проблем по городу их довольно много. И всё-таки хочется, чтобы у органов местного самоуправления, в первую очередь исполнительного блока, данная работа всё-таки носила системный характер. И чтобы эти работы, они всё-таки выполнялись, во-первых, за счёт тех источников финансирования, которые на это предусмотрены, и, во-вторых, конечно, более планомерно. Сегодня в Краснодаре оборудовано более 8,5 тысяч контейнерных площадок. Из них муниципальных – почти 2 тысячи. Так обслуживается порядка 1 миллиона краснодарцев. На сегодняшний день процесс по сбору и вывозу ТКО выполняется в полном объёме. Ежесуточно краевую столицу обслуживают около 250 мусоровозов. К работе привлечены 10 операторов. Ежедневно вывозится порядка 13,5 тысяч кубометров мусора. Департаментом архитектуры ранее был разработан типовой проект модульных ограждений для мусорных контейнеров, рекомендованной для установки на территории муниципального образования города Краснодар. На территории муниципального образования города Краснодар расположены площадки для накопления, подлежащие непосредственно установке контейнеров нового образца, а именно 1981 адрес. На сегодняшний день в рамках муниципальных контрактов уже установлено ограждение нового образца на 662 адреса. За истекший период в этом году мы сделали 66 адресов. В настоящее время у нас заключается контракт на 10 адресов. Общая сумма контракта составляет 2 миллиона 100 рублей. Также немало внимания мы уделяем устранению непосредственно несанкционированное скопление твердых коммунальных отходов, которые образовываются вокруг контейнерных площадок. С целью устранения мест несанкционированного размещения накопления ТКО у нас заключается соответствующий муниципальный контракт. Он заключается поквартально. За период у нас с января месяца по сегодняшний день на территории муниципального образования города Краснодар вывезено 23 980 мест несанкционированного скопления твердых коммунальных отходов вблизи контейнерных площадок общим объемом 139 135 кубических метров. Также мы уделяем внимание непосредственно раздельному сбору. На сегодняшний день силами регионального оператора данные емкости установлены в количестве пластик у нас 1495 емкостей, картон 987 емкостей и непосредственно мы сейчас упорно начали размещать под стекло 86 штук. Соответственно данный вопрос на контроле. Есть адреса, по которым еще полыхает в моем округе. Я оставлю потом список, посмотрите. Но на улице Степной там контейнерная площадка, было убрано ограждение, это раз. И поэтому сейчас там разлетается во время ветра, во время дождя. Но и во время дождя еще очень большая проблема подойти к этим контейнерным площадкам. Большая проблема сквер Дубинский, но я так понимаю, что уже есть какое-то по нему мнение о департаментах. Там спортивная контейнерная площадка стоит прямо рядом с детской площадкой. То есть самое неудачное место. И, конечно же, многострадальная контейнерная площадка вдоль школы 32, вблизи дома 96 на Ставропольской, да, сделали новые сейчас там ограждения, все. Но прошу обратить внимание, это уборка вокруг. И во время дождя, ну, действительно, там такие лужи, что подойти крайне трудно. Есть там наработки, поэтому, я думаю, в работе у нас. Ну, по поводу заключения договора с собственниками нестационарных объектов, если речь идет о договоре, и договором предусмотрено условие о заключении с мусороуборочной компанией, то, наверное, это все-таки гражданские правоотношения, и их нужно именно в этой плоскости решать, а не отношения власти и, соответственно, никаких проверочных мероприятий здесь, наверное, не будет. Все-таки тут нужно более корректно как-то посмотреть, и я уверен, что эту проблему можно будет решить с точки зрения принуждения к исполнению договора, да, чтобы убирали. Это первый момент. Второй момент, что касается правил благоустройства, о которых фактически мы все тут говорим. Если их внимательно почитать, то можно выяснить, что координацию вопроса благоустройства осуществляет Департамент городского хозяйства и Администрация внутригородских округов. И этим субъектам даны все полномочия и возможности для того, чтобы эти вопросы решать. И последнее. У нас есть в Славянском микрорайоне также проблема с размещением мусорного контейнерной площадки. Дмитрий Анатольевич, наверное, тоже знает. Анапская, 24. Уже и там специалист выезжал, я несколько раз писал по этому вопросу. Есть еще одна проблема, конечно же, ограждения вот именно мусорных площадок. Я по своему округу скажу, что реально после ограждения этих мусорных площадок, то, что вы говорили, что есть опыт мировой, то, что где-то в других странах, в других городах они как-то куполом закрывают. Сейчас здесь в Краснодаре приняли решение, там ограждение такое металлическое. Ну, на самом деле собаки ушли, бездомных собак в этих районах нет. Это факт, который вот именно я сам по себе убедился. И большая просьба дальше дооснащать вот эти площадки ограждениями, металлическими ограждениями. И хотел бы попросить, пускай там, знаете, есть такая культура обслуживания мусорных площадок. Машина, когда подъезжает, пускай обратно за собой закрывает именно эти металлические ограждения, чтобы это было комфортно. Большое внимание жителей города сегодня уделяется проблемам сбора, вывоза твердых коммунальных отходов и содержания контейнерных площадок. Причем проблематика содержания контейнерных площадок на сегодняшний день, она намного более острая, чем сам вывоз. Почему? Потому что и содержание вокруг площадок, и перенос контейнерных площадок очень часто упирается в нормы действующего законодательства. Конечно же, следует отметить, что работа по вывозу мусора в городе Краснодаре системная. И надо сказать, что в мусороуборочной компании работают люди неответственные и понимают важность уборки мусора. В последнее время они действительно стараются своевременно его вывозить. Другое дело, не всегда жители наши аккуратны в плане выброса этого мусора в контейнеры. Каждому из нас действительно нужно быть более аккуратными и вносить свой, пусть небольшой, вклад в чистоту города. Ведь успех любого дела возможен только если мы начинаем с себя. На Кубани акция «Свеча памяти» началась с города Героя Новороссийска и прошла по всем городам Краснодарского края. В кубанскую столицу пламя памяти сопровождал почётный караул города Краснодара. Шествие в рамках Всероссийской акции, как и по всей стране, началось в 4.00 с главной городской площади. Участие в шествии приняли глава города Андрей Алексеенко, председатель гордумы Вера Галушко, депутаты, общественники и все неравнодушные граждане. Ответственная миссия возглавлять колонну и доставить огонь до площади павших досталась Дмитрию Шиванову, командиру почётного караула. Очень волнительно, потому что у меня самого два прадеда погибли на войне и прабабушки. Я как бы нёс всю память людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Это очень прелегировано. Не каждому достается такой шанс. Сегодня день памяти и скорби. И очень важно, чтобы мы помнили свою историю, чтобы мы помнили трагические страницы нашей истории и сделали всё, чтобы они никогда не повторялись. Мы обязаны помнить подвиг наших советских людей, советской армии. И именно их победа дала нам жизнь. Нам, нашим детям, нашим внукам. Героический подвиг старшего поколения мы будем помнить всегда. Сегодня память о тех, кто сложил свои головы на полях сражения в годы Великой Отечественной войны. Мы зажгли свечи. Четыре года, долгих 1418 дней и ночей. Немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на Кубани убито 52 518 мирных жителей, 9022 военнопленных. Более 18 тысяч краснодарцев не вернулись с фронта домой. Тысячи жителей и гостей Краснодара сегодня пришли почтить память и выразить благодарность за мирное небо тем, кто отдал жизнь за наше будущее. Колонна в сопровождении военных песен прошла от главной городской площади по улицам Красной и Северной до мемориала Вечного огня. Солдатов, офицеров, работников тыла почтили минутой молчания. Память и сознание у человека должно быть. Вот тогда все будет на месте. Это нашим будущим поколениям, чтобы осталось это все. И всегда нужно такие делать мероприятия. Никогда не забывать. Это самое главное. И воспитывать в душах и любовь, и уважение и к старшим, и к младшим, как говорится. И все будет хорошо. Только бы это все помнили. Все поколения. Никогда не нужно забывать о наших предках. И очень хорошо, что сегодня очень много людей собралось. Тогда те люди, которые погибли, они будут вечно жить в наших сердцах. И, конечно, здесь я вижу, что есть и дети. И это тоже очень важно, чтобы будущим поколениям передавать эту память. Я считаю, что такие мероприятия, они в нынешнее время, в нынешней обстановке очень необходимы. Мы должны хранить память. Мы не должны дать затоптать тот подвиг, который сейчас пытаются перевернуть, переписать историю. В каждой нашей семье есть люди, которые воевали за нашу свободу, за нашу честь. И мы просто обязаны хранить это. Под звуки кубанского симфонического оркестра все пришедшие возложили свечи к вечному огню. Тысячи лампадок разного цвета и формы расположились и вдоль стены мемориального комплекса. На 1972 году ушел из жизни депутат городской думы Краснодара офицер-боевой летчик Алексей Никитич Востриков. Его очень многие знали и помнят как настоящего профессионала, истинного патриота, глубоко порядочного человека. Избрав для себя стезю защитника Родины, он около 30 лет верой и правдой служил в вооруженных силах Советского Союза и России, бывал и в горячих точках. Удостоен высокого звания почетный гражданин города Цхинвал, награжден орденами дружбы Республики Южная Осетия и за заслуги 14 медалями. Активная жизненная позиция и неравнодушие к проблемам окружающих, умение отстаивать свою позицию и твердо стоять на защите интересов людей послужили поводом избрания Алексея Никитича в городскую думу Краснодара. Его избиратели, обращаясь к депутату, были уверены, что их услышат и помогут, и он оправдывал их доверие. Алексей Никитич был верным другом, надежным товарищем и соратником, был борцом за справедливость и любил жизнь. У него можно было поучиться твердости характера и доброжелательному отношению к людям. Городская дума Краснодара и администрация муниципального образования город Краснодар выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким Алексея Никитича Вострикова, всем, кто был знаком с ним и воспринимает его уход как личную утрату. Светлая память об этом замечательном человеке надолго останется в сердцах краснодарцев. Мы скорбим и разделяем с вами горечь от невосполнимой потери.